Петруша, я очень доволен. Я доволен, прежде всего, собой, что я наконец-то успел на эту выставку. Я ее посмотрел, я ее оценил, понял, как ты вырос и вообще, как ты превратился в такого человека, который все время решает загадки значительно больше, чем ты решал это в предыдущих своих сериях картин. Поэтому здесь, я думаю, что на самом деле очень много ты ставишь загадок, и зритель современный вообще не любит разгадывать загадки, а ему что-нибудь такое типа а-ля Рафаэлиты, что-нибудь такое, что было бы красиво, визуально, чтобы визуально можно быстро оценить и сказать, что да, это очень красиво. Здесь я, ты здесь и хотя стремишься придать какой-то, какой-то однообразную, однообразную красоту, сторону красоты, одну из сторон красоты, ты как бы хочешь представить. Потом надо это там половину выбросить, что я буду говорить, не крисла. Но здесь есть самое главное, здесь есть цельность того, что это называется одним словом отражение. В русском языке я больше другого слова не могу назвать. Это отражение твоей жизни, это отражение всего визуального ряда, всего того, что ты делал раньше. Вот это можно увидеть сегодня, но как сгусток, как концентрация энергии, совсем другой. Спасибо. Все, пошел. А то я познаю. Питрушки, боже мой. Пластический язык. Не изобретать еще один пластический язык, вполне просто существующий, ста тысячам, а говорить на любом из них. И вот этим языком он говорит. Говорить именно на любом свободно, меняя выбор в зависимости от задачи и своих возможностей. Неправильное высказывание. Художник никому ничего не должен. Есть неправильное высказывание. Непонятное в искусстве. Либо храбрость, либо ошибка, либо рефект. Непонятным имеет право быть только то, что художник не понимает сам. Если работа сделана с преодолением линии, то ее художество есть невысока.